и ушел по пояс гора олега не пускает попрощался жизнь нет не успел у меня было ощущение что я умираю ну что 10 августа все готовы лезть в бутылку пойдем посмотрим как она изменилась пошли на этот раз шлось значительно легче акклиматизация брат проходим бутылку еще пошли вот он выход из бутылки вот склон чапаева вот солнце над победой сходим а вот макс по кличке кофеман все теперь можно будет спокойно по красной по любой из на ключевом участке пришлось перевязать веревку так как мешок со снегом на котором крепилась станция вытаил в пол шестого мы вылезли из бутылки сил было много и уникальная спецоперация запуск дрона для снятия бутылки бутылочного горлышка очень многие из вас думают что бутылка это смертельно опасное место но вот сейчас мы взлетим попробуем вам показать как она в реале выглядит а вот с этим находимся на краю как раз стена с карнизами в этом году кстати говоря очень достаточно такие большие карнизы вот все gps по и пойман мы начинаем в общем мы отправили в бутылку моего друга мавика сначала руслан видел его потом летали по картинке надо сказать это небезопасно датчики любят глючить на однородных поверхностях типа снега и воды и коптер может не распознать препятствия вот так стой 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 чуть правее ниже камеру чуть разверни сюда вот она тропа идет видишь все вот так и летим вот отлично летим тут стала садиться батарейка это чапаев вот в обратку крути вот бутылка сейчас будет вот она вот она выход еще летим сюда просто тупо вот так летим так на высоте лети то да он где-то высоко сейчас у тебя же все минус 12 метров это почти он на уровне нас чуть чуть ниже я могу подняться я подожди пока вот вот отличный капец даже бежи лети вот так вот лети я лечу лишь бы со стеной не въебаться да ты чё за далеко очень сейчас я может его визуально увижу 300 метров 200 ну вот теперь чуть чуть можешь подняться ты груз снизу как-то красиво за все смотрится вот так и лети а ты там чё наш какой-то человек поднимайся 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 он видишь да поднимайся это мы вот стоим где ты красавчик вот все вижу крыла класс супер вот так и пусть летит нет ты вот это вот вот это вот самое красивое что сейчас было снято вот то что бутылкой там и но это олег у нас попалась вот так вот все бутылку сняли но тут случилось непредвиденное мой друг мавик решил убежать я свернул его в чехол и положил в карман потом резко повернулся к рюкзаку мавик выпрыгнул и покатился вниз по склону к огромной трещине буквально в двух метрах от нее он чудом остановился дрон укатился почти до трещины и Руслан меня страхует а я иду за ним чтобы спасти все снятия кадры отпираться по спасению дрона выполнена удача поднимаемся на тропу нам еще предстояло 600 метров набора высоты до третьего лагеря прошел второй лагеря иду в третий высота 5400 иду от флажка до флажка и отдыхаю несколько минут приспособился ставить ногу чтобы колено не валяло и подниматься относительно комфортно ну свет левый все ребята впереди только Олег сзади весь переход до третьего лагеря занял у меня 11 часов и я порядком устал ну что хромой добрался добрался с грехом ну и как здоровье пиздец боюсь как левая нога бы не заболела а почему ты же бережешь правую а ты как бы больше не даешь нагрузку не тебе одному тяжело удалось всем удалось тяжело а некоторым еще и не удалось да ладно добро пожаловать на высокогорный курорт Перемычка называется что у вас тут облачно? у нас хорошо не жарко не холодно я не понял что произошло с передактилем то ну короче мой друг мавик полетал в бутылке все отснял сел на руку я его упаковал положил в коробку положил в этот карман повернулся чтоб мешок сложить чтоб Руслану отдать и он прыг на такой вот склон покажи сюда только гладкий и полетел и побежал Руслан у тебя веревка сколько метров? 30 вот на жун 45 проехал потому что Руслан еще спускался легкий не купил и 5 метров не доехал до офигенной трещины все Руслан меня застраховал я туда пошел за ним так сбоку сбоку чтобы на него гамочки не спустить я забрал его а где электро еще не провалился а вот там где сейчас он придет и расскажет мы зумарили перешли все по этому каменному мостику а я остался ждать а он свернул не по следам а чуть выше и только пару шагов от этой тропинки а трещина там ранклюв там вообще охеренный и ушел по пояс ну Олег то сопротивлялся или принял удар достойно и все достойно он выпался оттуда потом уже рассказывал что было очково потому что он ногами не чувствовал дна а потом когда посмотрел там юкорный бабай там ранклюв там на самом деле это не совсем трещина это вот у скалы между скалой и ледником и там бездонная пропасть нет там конечно нужны перила это однозначно нужны перила я об этом скажу Диме после всех этих обсуждений Андрюха выдвинул свою теорию гора Олега не пускает он вчера потерялся его полчаса искали а сегодня он подняться не может сегодня трещина Ребята вопрос принципиальный и он стоит как бы остро поэтому мы с ним переговорим и тогда уже все решим но просто к нему он должен решение принимать ну конечно здесь есть инструктор инструктор принимает решение вы уже тут на принимаете решение мы дело в том что мы не можем сейчас себе позволить устроить пас работы вот и все мы можем позволить себе только на гору не пойдем у нас 4 дня в запасе да да только продуктов мало можем спуститься еще раз подняться не спуститься я не хочу вскоре показался Олег подъем из первого лагеря в 3 занял у него 12 с половиной часов вообще примерно все так заканчивают подъем ну да 3 вдоха один шаг садись 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 прямо здесь садись прямо здесь работы на горе то есть больше ты пей давай вот посиди еще пей потом те еще литр дам потому что иначе ты все засохнет да где работы вверх вот тебя выбило из колеи падение в трещину да нет ну под контролем макс как-то в красках рассказал что там такая трещина глубокая ну и чё попрощался жизни нет не успел молодцова нога просела потом чувствую что этот зад начинает потихоньку так проседать снег мягкий этот рюкзак от сигнал тихонько на животе сторонку потом посмотрел после обеда руслан поделился опытом как сделать усы самостраховки из куска веревки вот такие вот карабины грушевидные большие потому что на хантенгре очень много перил полтора километра все это связано узлы очень много узлов и чтобы узел мог спокойно проходить через карабин чтобы не приходилось перещелкиваться лишний раз вот как раз таки карабину очень удобно но поскольку дима уже не первый раз горах вот он ездил доблестным инструкторам и добрый инструктора придумали значит сделать это я сам купил что ты гонишь на инструкторах не да ладно ну в общем вот сейчас мы эту всю порнографию будем убирать вот это мне нормально вот это у тебя длинная это мне нормально точно нормально все вот я сейчас буду делать как раз короткую самостраховки значит компания петель очень любит русских вот и специально для дураков русских вот здесь нарисовала как пользоваться беседкой потому что ну естественно английский никто не знает задача какая сейчас ему сделать длинный короткий у самостраховки длиной такой чтобы ему можно было комфортно двигаться за 9 всего девятка но это уже нормально то есть это для самостраховки это да вот мы вяжем проводник значит кончик должен быть такой чтобы вот я в ладонь вот так взял за узлом да и кончик торчал минимальное расстояние их поехали теперь теперь поехали мере давай держи жума то есть вот она у меня по идее должна быть у меня еще будет узел то есть я примерно вот так примеряю короче немножко и вижу здесь вяжется обычный проводник почему обычный проводник потому что здесь середина веревки вот и здесь могут быть нагрузки веревку приходится вот такого плана то есть в разные стороны сейчас я все это покажу ну и поэтому естественно значит проводничок теперь смотрите проводничок тоже расправляю значит диаметр вот этого вот этого петли он равен примерно равен диаметру нашего ковыша ни в коем случае не меньше ну а больше это просто тупой расход веревки вот так теперь давай примеряем вот теперь уже с узлом вот смотрите вот вот это уже один у самостраховки у него готов значит второй у самостраховки для всех учебных целей подбирается чуть длиннее чем вот сейчас у него сделано то есть карабин должен касаться земли вот то есть мы опять же берем запасы а это у меня мало да это немножко коротковатый будет неудобно потому что не везде станции позволяют так вот прям плотно к ним подойти поэтому удобно вот тут иметь вот длинный вот сейчас вот карабин как раз сейчас я расправлю нашу восьмерочку карабины должны быть с муфтами желательно не самомуфтующиеся это очень важно при занятиях альпинизмом особенно на хантенгри все видите то есть если он будет использовать ее самостраховку просто длинную на станции он всегда будет нормально на ней находиться не надо будет возле камня в обнимку с ним стоять ну если он захочет кого-то подстраховать даже ледорубом он всегда может вот сюда в щелкнуть ледоруб забить его в снег и стоять достаточно комфортно то есть вот так стоять ему не придется все теперь осталось только веревочку обрезать жечь будем конечно к вечеру погода не ладилась правда облачка на фоне победы не предвещают хорошую погоду ну и как водится на ночь мы травили байки и рассказывали страшные сказки в интернете нашел такого чувака пейзал да зовут значит пейзал да не встретил воша привез меня в очектаж с утра я встал и пошел на 4 400 значит встал недалеко от лагеря ермальчика и на следующий день пошел на 5 300 рюкзак нагрузил 27 килограмм вышел в 6 утра никто не сказал что на пораньше выходить вышел в 6 утра шел 8 часов значит в два часа пришел в лагерь платформу делал полтора часа полтора часа делал платформу полтора часа ставил палатку и это было пять часов вечера и в пять часов вечера меня накрыло у меня было ощущение что я умираю меня там взяла связь я позвонил домой жене сказал что я на 5 300 что я умирать примерно так залез палатку полежал полчаса выпил чаю и меня отпустил позвонил жене сказал что уже не умираю все нормально в общем как бы вот состояние было что я умираю что мир закончился что все как бы все занавесы я вот 5 300 в палатке вот такая была фигня а на утро встал и пошел на 6 тонн на раздельный монстр раздельный ночью мне снилась всякая фигня вот как будто там лошадки бегают я встал в 5 утра из раздельный спустился обратно ну во второй лагерь спустился в лагерь попил чаю спустился на 4 400 на 4 400 бросил вещи и ушел на читаж по залду похвалил в общем-то будут неправильные акклиматизации неправильный выстроенный график чуть меня не убил вот я просто знаю если меня начать накрывать меня начать голову ввести то есть начинает координация наклонюсь и раз я чувствую поехал вот все это первый признак того что надо камешки потаскать снежок поди вот я сразу начинаю активничать вот там помогает всем там палаточки ставить туда-сюда я знаю что надо подышать вот потом обязательно я сплю если не акклиматизирован я сплю у меня очень высоко голова я могу даже плечами лежать то есть вот так в полусидячем положении спать вот этого тоже очень помогает мне по крайней мере вот я это потом если я в базовом лагере есть какие-то ручьи когда сильно накрывает значит я раздеваюсь разуваю ноги и в ледяной ручей голыми ногами закидываюсь то прямо и стою и терплю холод ну сколько там полминуты может 30 бы желать резкая вот это вот сжимание сосудов на очень у нас на ступне очень много точек вот и это как-то влияет какие-то точки какие-то зоны я даже их не знаю они влияют том числе на головной мозг очень сильно отпускает я прямо раз ноги в ледяную воду выхожу в тапочках раз пробежался в палатку и в спальник сразу резко отпускает вот прямо голова прям еще светлая становится ну как бы то вот мое чисто легли спать пораньше на завтра был план подняться на 6400 и установить четвертый лагерь а а а а